Добрый вечер! 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 и утилизируются. Возвращаясь к многоквартирным домам, принципиальное изменение то, что обращение с твердыми коммунальными отходами становится коммунальной услугой. Сегодня жители многоквартирных домов оплачивают за вывоз твердых коммунальных отходов в рамках платы за содержание общего имущества. После начала работы регионального оператора эта услуга будет выделена отдельно в квитанции, там есть определенная модель установления стоимости, то есть через норматив накопления для жителя, если это о жителе в физическом лице говорить, либо по видам организации предприятий тоже установлены нормативы, будет утвержден тариф, исходя из которого будет вноситься ежемесячная плата за вывоз и размещение твердых коммунальных отходов. По индивидуальным жилым домам. То есть на сегодняшний день часть территорий нашего города реализует схему, которую администрация в общем-то достаточно успешно внедрила в нашу жизнь. Это мусор в белом, когда собственник индивидуального жилого дома приобретает специальные пакеты, размещает, складирует в них мусор и эти пакеты выставляет. И по определенному графику спецавтобаза, и в данном случае плата за вывоз мусора входит в стоимость этого пакета. Это останется в этой системе? Такая схема останется, имеется в виду вот такой пакетный сбор. Единственное, конечно, пакеты уже не надо будет какие-то специальные покупать, потому что, еще раз повторяю, каждый житель индивидуального жилого дома получит квитанцию, в которой будет оплата, размер оплаты, которую необходимо будет вносить ежемесячно, будет получать ежемесячно такую квитанцию. И вот за счет этих средств уже будет осуществляться сбор. Помешковой сбор – это один из вариантов. В некоторых территориях сохранятся в индивидуальной жилой застройке, я сейчас о ней говорю, сохранятся контейнерные площадки, но опять же они будут содержаться и обслуживаться именно за счет тех средств, которые будут собираться жители. По многоквартирным домам с точки зрения схемы вывоза ничего не изменится, то есть контейнерные площадки есть и сейчас. Вывоз осуществляется, значит, договор с управляющей компанией эта схема сохранится. Но сортировать это обязательно будут условия для того, чтобы эти отходы потом вывозили или все в один контейнер? Пока обязанностей нет и, наверное, как обязанности у жителя ее и не будет, но то самое экономическое стимулирование, оно предполагается. То есть вероятно, что в достаточно близкой перспективе будут дифференцированы тарифы в отношении субъектов, которые осуществляют сортировку, раздельный сбор отходов и тех, кто такой раздельный сбор не осуществляет. То есть тот, кто сортирует, в перспективе, вероятно, будет платить меньше. Причем пока диапазон от 15 до 50% разница может составить. То есть вообще экономический смысл заниматься раздельным сбором и сортировкой, он, конечно же, есть при такой схеме. Вот, кстати, вопрос от Татьяны. Большинство нашей аудитории на данном этапе как раз отходы сортирует 54% аудитории. Сейчас за это голосует. Татьяна говорит о том, что я готова сортировать отходы, но не понимаю, как. У нас стоит один контейнер и все туда мусор выбрасывают. Нет даже специального ящика для пластика. Вот как быть в этом случае и куда вращаться? Да, и вообще общая схема такова, что если о жителях многоквартирных домов говорить, то необходимо решение общего собрания, на котором принимается то самое решение о раздельном сборе, причем о виде и количестве видов отходов, которые будут отсортироваться. То есть это может быть и 2, и 3, и 4. Это опять же решение от собственников. Понятно, что на основании этого решения либо региональный оператор, думаю, немножко в будущее заглядываем все равно, либо управляющая компания обеспечивает такую возможность, устанавливая необходимые контейнеры или иные емкости, для того, чтобы этот раздельный сбор мог осуществляться и впоследствии уже раздельный вывоз этих отходов также производился. Но сегодня наиболее яркие примеры. Все равно это в нашей жизни уже есть. Да, к сожалению, у Татьяны, которые... Вопросы, которые вы озвучили, да. Есть и другие примеры. Нет у нее, да. Даже для сбора пластика, ну, по крайней мере, так следует из того, что она написала. Вообще в значительной части дворов, на контейнерных площадках, площадках, и вы, наверное, обращали внимание, и жители города об этом знают, стоят сегодня такие клетки для сбора пластика. И причем очень активно, и я бы так сказал, весьма корректно. Корректно с точки зрения того, что ничего кроме пластика жители туда и не кладут. То есть вот это вот, ну, такой яркий пример отсортирования отдельного вида отходов, пластика в данном случае. Еще один пример, тоже такой понятный, это батарейки. Ртутные градусники. Ртутные градусники, да. Понятно, что далеко не везде сегодня есть такая возможность, но там, где она есть, жители Екатеринбурга активно, активно пользуются, в общем, тем самым демонстрируя вот те цифры, которые пока сейчас можно наблюдать на экране с точки зрения голосования, конечно, они внушают достаточно серьезный оптимизм. Я напомню, что на официальном портале администрации города, екатеринбург.рф, вы можете зайти и посмотреть, там есть дата, число и время приема опасных бытовых отходов, это разбитые ртутные градусники, батарейки, ненужная оргтехника, можно прийти в указанное время и эти опасные отходы сдать, но вы говорите, что люди как раз этим тоже пользуются активно. Да, люди пользуются. Напомню, номер для ваших ватсап-сообщений, плюс 7 900 206 45 45 и вопрос от Анатолия. Если я вижу свалку, которую не вывозят вовремя, куда мне обращаться? Вот такой своевременный вопрос. Дело в том, что мы вот с учетом изменения сроков начала работы регионального оператора столкнулись в отдельных территориях, в индивидуальной жилой застройки, в результате того, что закончили работу подрядчики, которые обеспечивали эксплуатацию контейнерных площадок, начали появляться стихийные свалки. Достаточно активно администрация города эту проблему решила и мы продолжаем ее решать, но тем не менее, если вы видите стихийную свалку или видите процесс ее возникновения, я бы тут два варианта рекомендовал. Действие первое – это обратиться к квартальному, к своему квартальному, его координаты можно посмотреть на портале администрации, ну, либо известный, наверное, всем Екатеринбургцам номер 005, короткий, а длинный он 222-3005. Это диспетчеры жилищно-коммунального хозяйства, они эту информацию примут и уже ее переадресуют в соответствующую районную администрацию для того, чтобы можно было оперативно принять меры. То есть, конечно, мы будем благодарны за эту информацию, хотя вот за последние несколько недель значительный объем администрациями районов вот таких стихийных свалок был ликвидирован порядка тысячи тонн в неделю, вот последние две недели, это большой объем. Сейчас, конечно, эта динамика значительно меньше, потому что, ну, прироста почти нет. Тем не менее, значит, мы будем благодарны за такую информацию. Еще одна важная тема. В Екатеринбурге открылся цех переработки отходов. Это очень важно и перспективно для города. Почему? Накануне мы открыли биогазовую станцию. Почему это важно? Вы сейчас имеете в виду объекты водоканала. Действительно, 28 сентября была запущена в опытную эксплуатацию технология так называемых метантенков. Это сбраживание, осадка, которая образуется в результате работы очистных сооружений, хозяйственной бытовой канализации, в данном случае о Северной аэроационной станции идет речь. То есть, это третий этап ее модернизации. И вот эта технология позволила, это уже реализованный проект, он был вот так запущен в опытно-промышленную эксплуатацию, позволила выделять, получать в результате этого процесса биогаз, на котором работает котельная на Северной аэроационной станции. И вот тот осадок, который нарабатывается на станции, он периодически загружается в так называемые метантенки, это такие большие емкости, где при определенной температуре происходит некий физический процесс, в результате которого первоначальный осадок становится практически безопасным, а при этом появляется газ метан, который используется на отопление объектов станции. То есть, технология достаточно уникальная. Второй такой пример в России, единственный до этого был в Москве. Дальше у водоканала в этой части планы попробовать на этом газе вырабатывать и электрическую энергию для того, чтобы потребности Северной аэроационной станции в электроэнергии закрыть. Ну, то есть, очень эффективно. А уже то, что остается после непосредственно вот этого процесса, это ну и по объему меньше, и как безопасно, это на сегодняшний день по существующей пока традиционной технологии обезвоживается и вывозится на специальные иловые поля. И вот второе техническое решение, которое также водоканал планирует реализовать, и сегодня был заложен первый камень цеха сушки осадка. То есть, дальше этот осадок и тот осадок, который на южной аэроационной станции образуется, пока который не может в таком режиме превращаться в биогаз, он будет высушиваться до абсолютно твердой фракции, которая впоследствии востребована производителями цемента. Цементной технологией может быть использована. Ну, то есть, фактически безотходная технология получается. То есть, город производит достаточно большой объем стока ежедневно. Этот сток очищается. Очищенная вода, ну, кстати, если о Северной аэроационной станции говорить, то есть, это вода рыбохозяйственного качества сбрасывается в водоисточники, там река Камышенко, и она в Пушму, в реку Пушму, а Пушма впадает. А осадок вот будет таким образом использоваться. То есть, конечно, это очень перспективно, это экологически очень эффективно. Ну, в продолжении темы водоснабжения Екатеринбурга, Тимофей предлагает еще одну важную тему. Городу хватит ли воды на эту зиму? Алексей Петрович, будем ли докачивать? Да, традиционный вопрос для этого времени года. Мы всегда говорим, что после паводка, значит, сколько мы набрали, потом говорим, будем ждать, значит, какая погода будет летом, осенью. Ну, понятно, что жители, и это нормально, хотят, чтобы погода была сухая и теплая. С точки зрения наполнения водохранились, как источников питьевого водоснабжения Екатеринбурга. Важно, чтобы осадки выпадали, чтобы, ну, дождь, сток был. Вот на сегодняшний день расчетно, ну, некоторое время назад расчет водоканал подготовил, и все-таки было принято решение на перекачку. С 1 октября она начата, перекачка из Низипетровского водохранилища. Хотя сейчас погода, в общем-то, стала с точки зрения наполнения более благоприятной, и, возможно, там месяц или два эта перекачка поработает. Но принципиально оценивать именно осенью перспективу с точки зрения достаточности воды, для того, чтобы, если необходимо, запуск перекачки, запуск тракта, осуществить его при положительной температуре воздуха, для того, чтобы, ну, потому что зимой технологически это очень тяжело. Поэтому на сегодняшний день ситуация такая, пока качает водоканал, но, вероятно, это будет недолго, потому что, ну, в целом, ситуация, в общем-то, неплохая. – Еще одна большая тема, то, как Екатеринбург встретил и завершил уже отопительный сезон, сейчас проблем нет? Или какие-то есть все-таки адреса, по которым, называется, вы на контроле их держите? – Ну, да, Екатеринбург встретил, но пока не завершил отопительный сезон. Ну, так напомню, что, конечно, заранее осуществляется подготовка к отопительному сезону. В марте еще готовятся планы, которые к мае уже принимаются в течение межотопительного периода. Все эти планы должны обязательно реализоваться, но это имеется ввиду и планы по перекладке, и по ремонтам теплоисточников, и по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях. В этом году отопительный сезон стартовал в соответствии с постановлением администрации города с 17 сентября. В общем-то, достаточно традиционно в четыре этапа осуществлялся запуск отопления в городе Екатеринбурге. На сегодняшний день все объекты технически подключены к теплоснабжению и фактически отапливаются. Ну, в первую очередь мы говорим о жилищном фонде. У нас 7 965 многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе. Есть дома, у которых крышные и котельные. Мы тоже их имеем в виду. И они, конечно, самостоятельно начинают отопительный сезон. 1049 объектов социального назначения – это школы, больницы, детские сады. Сегодня все они с теплом. Большая работа была проведена администрацией совместно с собственниками объектов и с управляющими компаниями по паспортизации. Соответственно, почти 8 тысяч паспортов на многоквартирные дома было подготовлено. Хотя там по тысяче есть замечания, которые сегодня устраняются. Вся соцсфера была паспортизирована с точки зрения готовности к зиме. То есть на сегодняшний день в сроке до ноября заканчивается паспортизация теплоисточников. Их у нас 105, которые обеспечивают централизованное теплоснабжение, не считая индивидуальных крышных, в том числе котельных. 480 теплопунктов. Ну, не обошлось без спусковых повреждений. Хотя, должен сказать, что достаточно оперативно коммунальные предприятия эти повреждения устраняли. И, в общем-то, резюмируя, сегодня тепло в городе запущено, отопительный сезон начат. Задача октября – это уже доводка, донастройка уже внутри объектов, внутри домовых систем. Это там перезапуск стояков, если необходимо. Значит, где-то какие-то отдельные процедуры уже внутри объектов. В целом система запущена и работает. Мы получали неоднократные вопросы от наших зрителей и слушателей по поводу ситуации на ТЭЦ-19. В этом году вопрос там решен. Закрыли проблему? Не на ТЭЦ-19. Ситуация была связана с необходимостью переключения потребителей, которые ранее получали тепловую энергию, отопление и горячую воду от теплоисточника Югэнергосервис, он называется, по старому названию, это котельная конвольного комбината. Законом предусмотрена возможность для собственника осуществить вывод из эксплуатации теплоисточника. В данном случае собственник такой возможностью воспользовался. И по истечению определенного срока уже муниципальные образования, органы местного самоправления обязаны обеспечить подключение потребителей к иному источнику. В данном случае несколько сотен потребителей, в том числе многоквартирные, жилые дома, были переключены с котельной Югэнергосервиса на другой теплоисточник, на ТЭЦ-19. Это было выполнено в те сроки, в которые необходимо к началу отопительного сезона. Скажем так, в железе все было собрано, запущено, и сегодня эти потребители уже запитаны от ТЭЦ-19. Если есть локальные проблемы на конкретном доме, служба 005 принимает заявки? Конечно, начинать все равно нужно с управляющей компании, если понятно, что это все-таки локальная проблема. Но в любом случае служба номер 5 принимает любую жалобу от жителей города. Мы также принимаем ваши вопросы. Наш электронный адрес 3wstudio.com для программы «Открытая студия». Давайте ответим. Юли, вопрос по капитальному ремонту. 8 марта 179. Мы были в списке на капитальный ремонт в этом году. Уже октябрь работы не начались. Вот тоже в управляющую компанию сначала вращаться? Либо куда? Либо в районную администрацию? Здесь можно обратиться в управление жилищного и коммунального хозяйства администрации города Екатеринбурга, либо в адрес регионального оператора. Я понимаю, где этот дом, это рядом с администрацией Чикаловского района. Там, возможно, несколько вариантов, почему так произошло. Не буду сейчас угадывать. Просто вопрос этот возьмем и человеку сообщим. Юлия, да? Еще одна тема – уборка дорог осенью, накануне зимы. Какие у нас здесь планы? Что мы уже сейчас делаем? Сейчас как раз тоже переходный период. Регламенты предполагают, что до наступления отрицательных температур, при положительных температурах, продолжается мойка, продолжается уборка пылесосом. После наступления отрицательных температур это уже зимний регламент. Эта техника должна быть переоборудована. Что сегодня в подавляющем большинстве произведено, не полностью, потому что как раз там несколько единиц комбинированных дорожных машин, которые летом работают как летняя техника, а зимой как зимняя, они не переоборудованы, пока мы находимся где-то там около нуля, чтобы можно было и летние виды работ еще выполнять. А так, в целом, у районных ДЭО, в каждом районе есть, соответственно, такое учреждение, в целом порядка 450 единиц уборочной техники, это и летняя, и зимняя, и комбинированная. Зимой будет работать порядка 323 единицы в целом, из них 87, это вот уже упомянутые комбинированные дорожные машины, которые летом работают как поливомоечные, а зимой емкость с водой убирается, ставится емкость для противогололедных материалов, либо там мелкофракционный щебень, ставится плуг, значит, для того, чтобы сгребать снежные массы, и ставится щетка для очистки, ну, по рейджей части. Поэтому вот в основном, в подавляющем большинстве техника уже переоборудована, понятно, что погодные условия не оставляют сомнений, что зима все-таки начнется, и начнется достаточно скоро, и в этом смысле служба благоустройства, в общем-то, во все оружия готова, в том числе и созданы запасы противогололедной смеси и мелкофракционного щебня, в общем-то. Ну, в завершении, очень коротко, Екатеринбург реализует также российские крупные проекты, но форум 100+, который мы традиционно проходим, в рамках него несколько мероприятий состоится в Екатеринбурге. Вообще, я бы даже расширил, охарактеризовать последний квартал, четвертый квартал текущего года, предполагает аж три форумных мероприятия, которые пройдут в городе Екатеринбурге по инициативе и при участии администрации города. Значит, по хронологии, на этой неделе, 18-19 октября, состоится конференция «Муниципальные информационные системы». Мы 13-й год уже проводим эту конференцию, ну, это, в общем-то, такая хорошая площадка, в первую очередь, для муниципалитетов обменяться опытом с точки зрения успехов в информатизации муниципальных образований, в информатизации процедур, которые муниципалитет осуществляет с точки зрения предоставления услуг. Сомнений нет, что это мероприятие, оно и в предыдущие годы было востребовано, мы уже имеем много заявок. Второе событие – это в ноябре, 14-15 ноября, это форум «Города России-2030», посвященный стратегиям развития городов и реализации этих стратегий. Тоже не первый год, по инициативе администрации проводится. Ну, чтобы понимать масштаб, уже на сегодняшний день порядка 80 делегаций городов заявились. Здесь, ну, прошлогодний показатель 600 участников, думаем, что будет больше. Ну, и самое такое значимое мероприятие – это форум «100 плюс», пятый форум «100 плюс Россия», который пройдет в Екатеринбурге 5-6-7 декабря. В пятницу, в прошлую пятницу, состоялся оргкомитет, который провел и возглавляет министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Владимирович Якушев. Форум очень динамично развивается и по количеству участников. Ну, вот начинали с полутора тысяч до 2014 года, в прошлом году, в 2017, 6 тысяч участников, 350 спикеров, международное участие, именитые архитекторы и российские, и иностранные приезжают, участвуют. Вообще, этот форум претендует абсолютно обоснованно стать основной отраслевой форумной площадкой нашего федерального уровня. Для строителей очень такая удачная, правильная ниша, уникальное строительство и высотное строительство. Здесь Екатеринбургу в том числе, в общем-то, есть чем поделиться. И, конечно, мы с большим интересом и опыт других городов, стран, регионов востребуем и изучаем. Вот 5-7 декабря в Екатеринбург-экспо. Коротко мы подведем итоги. Все-таки большинство нашей аудитории, это 55%, Алексей Петрович, бытовые отходы уже сортируют. Это, повторяюсь, очень хорошие показатели. Есть и те, кто планирует этим заниматься. Поэтому, ну, хорошо, что так будет. Алексей Кожемяка, первый зам главы Екатеринбурга, отвечал на ваши вопросы. Всего самого доброго и до встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин